мы запаковали посылку все заклеили на всякий случай я написала еще на русском языке имя получателя и адрес дальше здесь получается сбоку нужно получается как посылочном конверте с внешней стороны обязательно наклеить содержимое что внутри полностью всю опись мы тоже это сделали но в файле потому что особого конверта у нас нет надеюсь подойдет кроме того хотела вам показать я написала что все содержимое сфотографировано читала в интернете что на всякий случай так можно подписать чтобы посылку не вскрывали с целью там кражи может думаю какие-то ценные вещи если из германии вес посылки которые мы указывали стоимость отправления и общая стоимость которую я указала содержимое но конечно все цены я занижала чтобы маме потом не пришлось еще налог платить все поехали отправлять всем привет обещала вам рассказать как же мы отправляли посылку в россию как это лучше сделать как это вообще функционирует рассказываю в первую очередь если вы не видели видео что мы отправляли и собирали можете посмотреть ссылочку оставлю в описании если конечно вам интересно и их сразу хочу сказать что в том видео я показывала что мы посылку кладем лак для волос и дезодоранты антиперспиранты позже когда я начала оформлять документы для отправки посылки я нашла информацию что это запрещенные к перевозу товары поэтому мы выложили все антиперспиранты и лак для волос тоже пришлось выложить несмотря на то что он не в распылитель нельзя значит нельзя лишние проблемы нам точно не нужны в связи с этим сразу скажу что нельзя отправлять это любые абсолютно взрывоопасные вещества ссылочку я тоже оставлю в описании где вы сможете это почитать то есть ник лак вообще даже для ногтей нельзя отправлять никакой лак не для ногтей не для волос никакие аэрозоли все это пересылки запрещено информацию по каким-либо санкциям сразу говорю я не нашла то есть я по-прежнему не знаю можно ли отправлять сыр колбасу какие-то такие продукты которые вроде бы как нельзя ввозить в любом случае информация наверняка обновляется но я думаю как я поняла раз нигде четко не указано что этого делать нельзя значит пересылать можно помимо конечно опасных вещей я долго собиралась отправлять эту посылку потому что мне до конца не было понятно как это все функционирует я разговаривала с подругами которые отправляли посылки в россию но все равно какой-то вот пошаговой инструкции я не могла нигде получить поэтому я отправилась на сайт дхл мы именно этим способом посылку и отправляли и в принципе с этого наверное надо было все начинать там довольно просто и понятно все написано есть два способа отправки посылок через интернет и напрямую через почту вернее это даже не отправка отправлять все равно через почту именно как заполнение документов и вот я настоятельно рекомендую заполнять все онлайн дома в интернете во первых это на 1 евро дешевле во вторых нужно составить полную опись всех товаров и сидеть это все переписывать на почте лично мне не представляется возможным совершенно никак я специально пометила у нас 48 позиций товара и я много времени потратила на то чтобы заполнить опись и на почте это делать было бы просто глупо если конечно наименование немного то можно и на почте это сделать в общем ссылку на дхл я тоже оставлю в описании чтобы напрямую могли перейти и там спокойно все оформлять заполнять в первую очередь указывается конечно же отправитель получатель все это пишется на немецком языке помимо этого на коробке уже на самой я написала на всякий случай фамилию имя отчество мамы и адрес на русском языке просто чтобы было удобнее там еще где-то допустим на почте цены да мы отправили посылку весом 18 килограмм и заплатили за это 54 евро 99 центов эта цена идет на посылки до 20 килограмм вес и размеры еще тоже играют роль в отправке посылок естественно цена связи с размерами и весом меняется я оставлю вам скриншот тоже здесь чтобы вы могли ориентироваться что сколько будет стоить и сразу скажу посылка дошла за 13 дней я никак этого не ожидала отправляли мы из города любен земля бранденбург город старый оскол белгородская область 13 февраля мы посылку выслали и 26 февраля она уже пришла на почту к маме и что еще мне понравилось это на мой взгляд очень удобно я естественно указывала номер номер маме номер телефона при отправке ей пришло смс на телефон что ваша посылка прибыла вместо получения и не нужно было ждать никакие извещения ничего туда же на телефон пришел код и на почте она никакие зависть извещения не заполняла просто сказала этот код и ей посылку отдали сервис удобно это я люблю теперь вернемся все-таки к отправлению нужно заполнить опись которую потом вы приклеить как я показала в начале видео должны будете вложить в конверт прозрачный снаружи коробки внутри коробки класть ничего не нужно и как составляется эта опись вы прям в прямом смысле переписываете что вы туда положили например если это шоколад нужно написать шоколад не нужно писать это риттер спорт это милка или еще там какой-то только наименование указать вес и указать стоимость за единицу товара естественно указать количество например шоколад 5 штук 100 грамм 1 евро и потом это все в итоге будет пересчитываться на момент отправки посылки сбора этой посылки у меня не было весов которые могли измерять граммы потому что шоколадка у нее указан например вес 100 грамм это нет а вам нужно указать брута то есть с упаковкой поэтому весь вес я указывала примерно то есть если стоит у меня там 100 грамм я пишу 110 грамм добавляю упаковку и вес весь вес который я указывала я на калькуляторе потом сплюсовала чтобы подогнать под итоговый вес чтобы не получилась большой разницы потому что могли возникнуть вопросы откуда эта разница естественно удобнее если есть весы все это повзвешивать ну как я сказала да не было стоимость я указывала тоже везде примерно даже если я купила крем для лица за 10 евро я написала что он стоит 5 сразу скажу почему если отправлять посылку стоимостью свыше 200 евро на одного человека то в россии получатель должен будет заплатить налог естественно я этого не хотела поэтому общая стоимость посылка у меня указано 152 евро хотя по факту она раза в два минимум больше ну как бы конечно чтоб мама налог не платила я прописала стоимость меньше помимо этого если отправлять отсюда более 500 евро посылку стоимостью тогда еще здесь она будет рассчитываться уже не как подарки да вот это частное отправление а уже будет как коммерческое что тоже нам соответственно не нужно получился вот такой лист опять же когда все это заполняешь сохраняешь в конце распечатываешь всего супер удобно оплачиваешь тоже также онлайн и на электронную почту потом приходит подтверждение покупки все это и там же сразу код отслеживания простым нажатием можно перейти на сайт и отслеживать посылку в начале я отслеживала только на сайте вот этом вот на который была ссылка на сайте dhl все показывалось хорошо как она куда приехала уехала после того когда посылка покинула границу германии обновляться стало очень редко я перешла на почту россии где вбила уже вручную этот же код отслеживания и там уже снова у меня пошло каждый пункт то есть на почте россии уже российские передвижения отображаются быстрее чем но на немецких сайтах поэтому мне уже было удобно отслеживать именно там что я и делала и маме я буквально за два дня наверное до того как посылка она получила написала что мы ее отправили что посылка придет опять же чтобы она знала что что ее нужно забирать да потому что если бы она получила смс наверное она бы удивилась что за посылкой все такое и чтобы она была готова к тому что коробка большая тяжелая и такси вызвала в общем я ее предупредила посылка доехала без проблем ее вскрывали на таможне не с верхней части куда мы приклеивали вот эти вот документы об отправке опять же как я сказала да распечатывается два листа один вкладывается в этот вот пакетик с переписью весь а второй с адресом клеится уже сверху и вот чтобы не разрезать сам этот как бы ну квитанцию да со штрих-кодами посылку открыли снизу а у нас все так хорошо было уложено я все упаковала в пакетах то есть когда открываешь коробку ничего не понятно что лежит внутри не видно я боялась что когда будут проверять открывать все перекопают но нет ее видимо разрезали посмотрели может пощупали я не знаю сканировали что они там делают этого я не знаю и дальше красным скотчем уже все заклеили мама мне прислала фотографию все ничего не украдено ничего не переворошено не было это радует это большой плюс я осталась довольна тем как что получилось как мы отправили что мама получила что порадовать удалось и там конечно тоже все рады угадала с цветами размерами это тоже хорошо со вкусами в общем по крайней мере мне так сказали ну собственно я и верю в общем вся вот эта сложность давайте еще раз вернемся к описи для меня сводилась именно к ней потому что я не понимала как это все указывать то есть где-то в интернете я находила информацию о том что будут можно написать просто сладости 2 килограмма там 10 евро или одежда 10 там штук там еще цену да но когда я именно на сайте dhl читал так делать нельзя то есть если у вас сладости вы пишете там конфеты 2 килограмма шоколад три штуки там вот это переписывать именно вот в таком ключе одежда также футболка как я уже сказала фирма указывать не надо футболка количество вес цена все и они много я все это выписывала и ну действительно это не проблема единственное что это долго в чем проблема заполнять это нужно на английском или французском языках не спрашивайте меня почему эта информация тоже была на сайте dhl это именно когда вы отправляете в россию то есть на таможне 2 считается общепринятых языка это английский и французский я заполняла все на английском то есть я переводила все через google переводчик где мне там шампунь на бальзам ополаскиватель все это я просто вбивала переводчик и на английском все прописывала в остальном в принципе никаких проблем ни со сбором не с отправкой не было на почту мы пришли еще быстрее поскольку мы все дома оплатили женщина просто отсканировала штрих-код пробила мне чек все тоже удобно единственное что тяжелое посылку то саму надо нести до 10 килограмм можно заказать чтобы курьер забрал из дома там доплачиваешь ну какие-то копейки может три-четыре евро большую тяжелую посылку они уже не забирают поэтому приходится именно отвозить на почту вес вес размеры все да я вам показала путь посылки тоже в общем я думаю вся информация которая важна до ссылочки все в описании смотрите там если какие-то вопросы пишите спрашивайте но я думаю вопросов быть не должно по крайней мере вот когда я все это сама все сделала у меня вопросов точно не было посылка это кстати страхуется я не знаю на что как это отталкивается если она теряется какую сумму потом вернут но я так понимаю явно больше чем стоимость самой посылки указанная мною плюс отправка да еще наверное больше стоимости с этим не знаю надеюсь никогда не узнаю потому что хочу чтобы посылки доходили хорошо вот в общем то и все отправляйте не переживайте еще знаете что хочу сказать сейчас я точно знаю что из россии в германию при пересылках у многих возникают проблемы посылки разворачивают и отправляют обратно потому что в россии изменили какие-то там оформления вот этих вот посылок и пока это все не наладится многие посылки отправляются обратно девчонки писали что емс отправляют и тогда они доходят хорошо кто-то кому-то так везет но многие действительно жалуются что посылки отправляют разворачивают обратно поэтому если вы хотите отправить из россии в германию то немножко стоит наверное подождать ну и плюс из россии в германию это сложнее а и по поводу еще одежды этикетки все должны быть срезаны потому что если будет много одежды с этикетками это может рассмотреться на таможне как товар на продажу или если будет много одинакового товара если например вы отправляете там 10 тюбиков тонального крема пять упаковок туши это тоже может рассмотреться как раз отсылка с целью продажи и тогда будут проблемы но опять же если просылку проверят будут перекапывать тогда это заметят то есть тоже как повезет но в любом случае лучше этого не делать поэтому я практически везде по отрезала все бирочки желательные коробки допустим снять лишние какие-то упаковки чтобы тоже этого не было и целью отправки я указала тоже подарок все вроде бы теперь точно все спасибо за просмотр я желаю вам всего хорошего и пока пока и Субтитры сделал DimaTorzok